Добрый день! В этом видео я покажу вам технику для введения биоревитализанта. Называется солнышко. Значит, как мы ее будем выполнять? Находим центр. Все движения, все направления будут идти от центральной части лица. Центральная часть лица это у нас переносница, нос. И вот от этой части мы будем идти в разные стороны. Значит, мы начнем с лба. Расстояние между инъекциями у нас 1,5-2 см. И пойдем как лучики от солнышка в разные стороны. Вот таким образом мы распределим направление на лбу. Сейчас линиями я показываю направление. Дальше мы пойдем от центра, от центральной части опять же к бокам солнышком таким. Отступаем от глаза где-то 2 сантиметра. Ближе к глазу никогда нельзя подходить. То есть это запретная зона. Очень большое количество побочных эффектов, если вводить в эту зону. Поэтому на переноснице возле глаза не нужно вводить биоритвизант и тем более филлеры. То есть там большой риск того, что препарат задержится и будет контурироваться. То есть будет виден такой мешочек и он очень долго может не рассасываться. Значит, вокруг глаз точно так же. Мы вот начинаем наше солнышко от центральной части и делаем через где-то 2 сантиметра вколы. Вот таким вот образом. Эта техника особенно показана тем, кто делает биоритализацию на все лицо. То есть нету каких-то проблемных участков, а в принципе хочется увлажнить лицо и сделать его помоложе. Цвет лица, чтобы был поприятнее. Мелкие морщинки разгладились. Вот таким образом мы ведем направление у нас по щекам. Вокруг глазок точно так же. Тут на картинке не очень будет видно, но точно так же по воображаемой линии гусиных лапок. Если они есть, то по ним. Если их нету, то воображаем, где они могут быть и там идем для того, чтобы их там долго не было. Прошлись. По линии подбородка проходимся прям по линии. Если кому-то надо, над губой делаем над губой, но это очень чувствительная зона и если у нас хочется препарат на большую поверхность распределить, то эту зону можно опустить. То есть вот центральную зону губы над губой поверхности и сам подбородок можно не делать. Да, вот линию по линию лица, нижнюю подбородочную, да, ее можно сделать. И дальше идем по шее. По шее. Вот они наши солнышки, да, от центральной части мы идем. И наши лучики, которые мы соединяем таким образом. В принципе, а вот на эту технику при регулируемом давлении на поршень препарата должно хватить. Один миллилитр препарата у нас шприц принцесс рич сейчас будем использовать и в принципе все должно хватить у нас. Препарат у нас принцесс рич. Это биоревитализант. Вскрываем его при клиенте. При этом мы должны обязательно показать до 2020 года срок годности. Вот здесь он указан, мы прям пальчиком показываем. Не надо показывать коробку, да, а нужно прям пальчиком показать то, что человек, он ничего не поймет, чтобы показать. И, значит, мы скрываем коробочку при клиенте. Показываем, что вот оно у нас все одноразовое, да, вскрыли и отложили. После этого одеваем перчатки. И снимаем анестезию. Значит, анестезия у нас была где-то 25-30 минут как раз для того, чтобы провести биоревитализацию. У нас анестезия. Анестезия нанесена на все лицо и поэтому мы начнем, так как нашу процедуру со лба, то мы сначала снимаем анестезию со лба, а дальше пленочку будем снимать позже. Готовим себе ватный диск с хлор-гексидином смоченный. Его откладываем. Берем шприц с иголочкой. Значит, у нас вот такой вот шприц. Здесь копочка стеклянная. За нее держим, чтобы она не обломилась. И второй рукой очень аккуратненько, легким движением снимаем колпачок. Напомню, что крутить его не нужно на одном месте, потому что он может сломаться. Будут проблемы дополнительные, чтобы выковырять потом его из шприца. Поэтому просто легким движением как пробку открываем. Дальше берем иголочку, которая есть в наборе и точно так же раскручивающим движением ее открываем. У нас остается вот такой вот колпачок. Его, в принципе, можно вытянут от иголочки. Вот иголочка. Дальше мы ее одеваем, также придерживая шприц за вот эту стеклянную штучку до упора. Это обязательно. До упора, потому что если до упора не докрутите, препарат может вытереть в процессе процедуры. Будет не очень приятно. Колпачок открыли таким образом, чтобы иглу не согнуть, то есть строго вверх. Настраиваем поршень таким образом, чтобы нам было удобно, чтобы у нас иголочка была срезом вверх. Это можно проверить, когда давим на поршень. И чтобы мы видели отделение. Настроили поршень. Вот он таким образом тут вращается. Это очень удобно. Вот таким положением мы держим шприц и оно правильное. То есть никаким другим этого делать не нужно. Начинаем наше солнышко. Когда... Вот отсюда, да, в центральной части пойдем вверх. И вот таким мы будем расходить шелочку. У меня ватный диск в руке. Так, вводим препарат. И аккуратненькую папулку делаем небольшую, но чтобы она была видна. Кожа, в принципе, хорошая, молодая, красивая. Угу. Вот так вот у нас все это красиво делаем и происходит. Во время процедуры необходимо следить за 7 метров. То есть нельзя делать с одной стороны лицо, а потом переходить на другую. Потому что очень большая вероятность того, что с одной стороны препарата вы введете больше, с другой меньше. Поэтому нужно примерно одинаково, да, чтобы было. Поэтому сделать с одной стороны, с другой, с одной стороны, с другой. Как вам по чувствительности? Ну, такие аккуратненькие папулки. Когда мы лоб, кстати, уже закончили. Когда мы сделали одну зону, мы дальше смотрим, куда можно добавить, да, потому что схема это, конечно, все интересное. Интересно, но мы должны всегда подстраиваться индивидуально под клиента и смотреть, да, что куда хочется еще добавить. Вот мне, например, хочется здесь еще пару папулок добавить. Ну, вот, в принципе, с лобом все. Дальше мы перейдем на глазки. Дальше мы перейдем на глазки. Дальше мы перейдем на глазки. Я снимаю пленочку вокруг глаз, которая у нас, и, наверное, сразу с щеки, потому что мы, в принципе, в хорошем темпе идем, и можно. Когда мы делали лоб, это одно дело. Когда мы переходим на парную зону, парная зона, это значит, например, глаза, то есть у вас парная зона, их две, как бы, да, зона состоящая из двух частей. Вы должны обязательно следить за количеством препаратов, введенным с одной стороны, чтобы столько же ввести и с другой стороны. Поэтому следим. Примерно себе отмечаем, сколько у нас уходит. И поехали. Кожа хорошая, здесь упругая. Помогаем. Я tweaks. Помогаем. Подпишем. 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 Субтитры делал DimaTorzok К глазу, напомню, не подходим близко, то есть вокруг ваза, где у нас идет проходит кость, вот по ней и делаем, да, то есть за нее не выходим ближе к глазу. Таким образом мы здесь еще рядок сделаем. Я уже чувствую, как у меня чуть-чуть потупилась иголочка от такой прекрасной упругой кожи, поэтому как сейчас мы доделаем, уже можно будет ее поменять. Для этого, кстати, в наборе и идет две иголочки, да, чтобы при необходимости их менять. Менять. Значит, как поменять иголочку. Откручиваем старую. Откручиваем точно так же новую откручивающим движением, вкручиваем ее и опять же проверяем, чтобы она была до упора. Открываем колпачок строга вверх. Готовим себе ватный диск опять и идем на другую сторону. Готовим себе вверх. Потянусь еще вверх. Окей. Они пришли вверх. Откручиваем. Угу. Угу. Пошли на вторую сторону. Угу. Угу. да это зрячь и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...